Всем привет! В эфире я, Саша Вайс, ваш позитивный телетролль. Сегодня, но в 1861 году, император Александр II отменил крепостное право. И настала свобода! Хотя, честно говоря, реально свободным человек даже спустя 150 лет чувствует себя, ну разве что и в интернете. За что мы с вами его и любим. Похоже, наш край превращается в большой колл-центр. Ну, кто не знает, это такое скопление операторов с телефонными гарнитурами, которые отвечают на вопросы потребителей той или иной компании, в основном банков. На сайте о работе БГ-22 именно таких вакансий, видимо-невидимо. И зарплата приличная, больше 20 тысяч преподавателей и врачи получают куда меньше. И образование требуется высшее. В общем, вот куда устроятся все наши студенты-экономисты и юристы, а также филологи, журналисты и политологи. Хорошо это для экономики края. Ну, разве что для поднятия уровня средней зарплаты. А так, полный тупик. Как и для карьеры этих сотрудников колл-центров. Как повсюду в стране, наши пользователи соцсетей обсуждают ситуацию на Украине очень активно. Что называется стенка на стенку. Вот группу в Фейсбуке Республика Барнаул оккупировали противники российской оккупации. Можете ознакомиться с их аргументами. Да, впрочем, как приглядишься активных участников дискуссии, там всего-то человек 10. Дискутируют они сами с собой по принципу, кто сильнее обругает Путина и расхвалит Майдан. Да громче выкрикнет. Война, война. Да типун вам всем на язык. Еще об актуальном, о подарках. На территорию Алтайского края не был допущен верблюд из Казахстана. Об этом пишет банк Факс. Животное, задержанное с бдительным специалистом Роспотребнадзора. Верблюд предназначался в качестве подарка жителю Третьяковского района. На какой праздник не сообщается. Эх, кто бы мне что-нибудь такое же подарил на 8 марта. А лучше равноценные по стоимости, но не такое громоздкое и вонючее. Ну и напоследок, немного просто картинок. Блогер Суровый Мак в честь прихода весны публикует фотохронику минувших месяцев. От начала декабря, когда повсюду зеленела травка, до февральских снежных заносов и прочих картинок городского быта. Смотрим, ностальгируем небольшой, неглубокой ностальгией. Ведь все это было в прямом смысле слова «вчера». Вот и все на сегодня. Ссылки на ваши паблики, блоги, сайты присылайте мне вот на этот адрес. А мы увидимся в четверг. Всем привет! Субтитры подогнал «Симон»!